А напереды дни бои по вызволению Гомеля узнавила военно-гисторичная реконструкция. У делу ее примала свыше 100 человек. До гомельчан долучилися военно-гисторичные клубы из всей Беларуси, а так само Москвы и Санкт-Петербурга. И они заденничали уникальные узоры техники и узброения – автомобили, мотоциклы, харматы. До речи, навод на двор я полностью отповедала листопаду 43-го. Тему протягнет Евгения Кухаронак. В 1941 году группа армии «Центр» захопила Гомель. 809 город находился в оккупации. За этот час на борьбу с гитлеровцами был накированный мощный подпольный рух. Это 90 – тайных групповок. Особно денничали партизаны. За период оккупации простойники только по дневной зоны Гомельщины знищили около 7 тысяч солдат и офицеров противника. Пустили под отхон 769 вооружных эшелонов. Реконструкторы особным эпизодом показали партизанскую войну на передании вызволения Гомеля. Партизаны, осведомленные информацией из донесения о малых силах немцев, решают с боем отбить пленное население у немцев. Вызволили Гомелю в 1943 году подчас Гомельско-Рыческой операции. На подступах до областного центра противник побудовал могутную линию обороны, засеродил великую колькость танков и артиллерии и оказывал мостное сопротивление. До того же деяние наземных немецких войск активно поддерживала авиация. Был приказ Гитлера не сдавать этих территорий. Неглядячи на все намагания ворога, советские войски настойливо рухались на первые вечеры 25 листопада 1943 года. Строгбаков подошли до Гомеля. Гитлеровское командование спужалося махчемого окружения и начало отвод войсков с межреча Сожа и Днепра. Подчас отступления вороги подрывали усе заглянные будинки, электростанции, мосты, які сустракали на своем шляху. Ранецей 26 листопада Гомельбуцалком вызвали на однемецких войсков. Враг повержен. Советские солдаты конвоируют пленных командиру. Гомель освобожден. Этому способствовало успешное наступление Красной Армии. Потому что, не считаясь тяжелыми потерями в живой силе и технике, советская армия наступала, освобождала и выбила немцев. Очень сложно в наше время объяснить детям, что такое война. Вот эти, конечно, исторические события показывают, как было сложно, как было трудно. Молодцы люди, которые этим занимаются, воссоздают это все. Потому что, ну, что такое телевизор? Оно не передает тех эмоций, которые, когда ты находишься в полуметре от этих событий. До падей 1943 года переломного переду Великой Ачинной войне реконструкторы завертаются что год. У першую чергу, как ушановать память загинувших воинов-вызволителям. Каждый из ребят максимально перевоплощается на эти полчаса в какого-то немца, в какого-то красноармейца. И старается максимально актерски отыграть красиво для зрителя данную свою роль. У меня как бы вот в форме немецкого солдата вполне комфортно, потому что я знаю, для чего это дело. То, что у меня отец был военнослужащий, то, что у меня дед воевал в вооруженных силах. Считаю, что я правильнее донесу образ врага до зрителей, до подрастающего поколения. Уражение у удельников и глядачу ухопить надолго. Наглядный живой урок истории за станец у памяти на фотосдинках и в видеоархиве. Мне больше всего понравилось, как взорвался дом и советские войска отбили немецко-фашистских захватчиков. Было шумно, громко? Да, уши заложило аж. Мне понравилось то, что взрывали, там гранаты бросали, со снайперов стреляли. В голове шумело очень сильно. Не хотелось бы, чтобы повторилась еще такая война. Евгений Кухаронак, Павел Антонов, Телерадоя, компания «Гомель».